здравствуйте друзья своих обзорах умных устройств я стараюсь рассказать как можно больше и особенностях самих гаджетов и о совместимости с различными системами управления как штатными для работы с которыми одним предназначены изначально так и альтернативными например для zigbee устройство к системы tuya smart кроме собственно самой tuya я показывал google home и 3-4 метода добавления в home assistant герой этого обзора zigbee ethernet шлюз нео предназначен для расширения охвата систем управления так как имеет поддержку в apple home kit напомню что протокол home kit кроме того что позволяет добавлять устройство в приложении дом предоставляет еще один путь интеграции устройств home assistant причем локальный то есть не зависящие от интернета и облаков и вопреки расхожему мнению для такой интеграции не нужны никакие дополнительные apple гаджеты айфон айпад или apple тиви тип устройства zigbee шлюз модель neo nas zv 05b 0 интерфейсы zigbee 3.0 ethernet питание micro usb 5 вольт диапазон рабочих температур от минус 10 градусов цельсия до плюс 55 градусов цельсия рабочая влажность от 10 до 90 процентов размер 78 на 78 на 25 миллиметра поставляется устройство в небольшой картонной коробке упаковка хорошая в дороге ничего не пострадала на фронтальной стороне изобразили шлюз и разместили логотип экосистемы туя и zigbee 3.0 сзади указана совместимость apple home kit это достаточно редкая опция для шлюзов туя smart встречается всего у пары моделей так как есть точно такой же но без поддержки home kit будьте внимательны при оформлении заказа комплекте поставки кроме самого шлюза нашелся только кабель питания usb micro usb и буклет с инструкцией она раскладывается в довольно большой лист на котором с двух сторон на английском описаны процессы подключения кто е smart и apple home kit корпус этого шлюза круглый внешне он напоминает одну из моделей про которую я тоже снимал видео универсальный шлюз zigbee bluetooth mesh wi-fi и ethernet но при этом он существенно компактнее его диаметр менее 8 сантиметров на боковой части находится разъем для подключения питания тут используется micro usb сетевой порт и единственная кнопка длительное нажатие сбрасывает шлюз короткое включает режим подключения дочерних устройств на нижней части находится наклейка с qr цифровым кодом который нужен для подключения к apple home kit кроме комплектного кабеля питания нужно заранее предусмотреть сетевой кабель для подключения шлюза к роутеру он в комплекте не идет в верхней части находится подсветка начальными режиме подключения дочерних устройств она красно-синяя в стандартном рабочем режиме просто синяя перейдем к подключению начал я с штатной системы управления tuya smart после подключения питания сети шлюз загружается и мастер подключения обнаруживает новое устройство идет обмен данными устройство добавляется в систему на момент съемки видео у меня это второй шлюз системе tuya smart 1 проводная версия от моис он у меня более двух лет с его помощью я сделал множество тестов различных устройств пока оставлю два дальше посмотрим герою обзора пока ничего не подключено настроек кроме общих тут нет что касается home kit тут я решил убить сразу двух зайцев изначально я планировал подключить шлюз приложение дом через ipad который выполняет роль центра умного дома но потом подумал что это не даст всей возможной полноты картинки логичнее использовать интеграцию home kit контроллер из home assistant она использует тот же самый протокол для устройства абсолютно нет разницы это родное приложение от apple или интеграция все объекты и точки контроля будут передаваться полностью идентично то что мы увидим home assistant через интеграцию home kit контроллер мы увидели бы и в приложении дом и таким способом можно закрыть сразу два вопроса поддержку в apple home kit и локальную а этот протокол работает именно так без зависимости от интернет интеграцию в home assistant причем в этом случае вам не нужно иметь никаких гаджетов от apple все работает напрямую между устройствами серверов на странице интеграции home assistant шлюз благодаря поддержке home kit обнаружился автоматически кстати в многих отзывах на странице шлюза пишут что он работает либо в родной системе либо в home kit на самом деле он нормально работает и там и там для добавления шлюза используем код с наклейки вводим цифры вручную все быстро и просто еще раз напомню что данный тип соединения локальные не зависит от интернет при этом устройство поддерживает только одно соединение невозможно одновременно подключить его в home assistant и дом или на два разных сервера home assistant устройство добавилось систему своих точек управления у него нет это нормально для шлюзов в оригинальном приложении дом точно также это устройство мост которое обеспечивает управление подключенных к нему устройств к слову говоря шлюз добавился и штатную интеграцию ту и это стандартный метод для меня это очень хорошо так как даст возможность сравнивать возможности разных интеграций на одном и том же устройстве здесь тоже нет никаких объектов для управления как и в home kit в отличие от него эта интеграция облачная и зависит от интернет но при качественном канале доступа все работает достаточно стабильно и быстро теперь пора приступить к тестам все устройства уже были у меня в обзорах ссылки на них я оставлю в описании под видео в дальнейшем все новые устройства будут тестироваться по такой же методологии начну с реле с энергомониторингом от матси режим подключения для новых устройств на шлюзе можно включить или коротким нажатием на кнопку или зайдя в его плагин системе туя smart и нажать на опцию добавить дочернее устройство я обычно сначала нажимаю на кнопку в плагине устройство в режиме сопряжения и только потом реально запускаю его на том устройстве что подключаю после этого шлюз обнаруживает его проводит интервью и подключает при этом к синей подсветки сверху шлюза добавляется и красный цвет это реле имеет функцию энергомониторинга поэтому кроме включения и выключения тут есть дополнительные параметры мощность сила тока и напряжение в сети нагрузку я не подключал поэтому мощности ток нулевые а вот это было неожиданно но приятно устройство подключенное к этому шлюзу видны в google home на моей памяти это первый шлюз который работает мостом и в google home и в apple home kit причем одновременно для реле тут доступно включение выключение данных по энергомониторингу нет home kit это реле тоже пробросилась еще раз уточню точно также все работает и с оригинальным приложением дом разницы нет как и в google home тут доступно только включение выключение плюс в том что работает все по локальной сети быстро и надежно при подключении к дому можно включать и выключать реле при помощи siri и одновременно с ней можно управлять через google home как кому нравится а вот так выглядит управление реле через штатную интеграцию tuya smart на первый взгляд тут кроме включения и выключения есть только настройка памяти состояния что кстати тоже очень неплохо на самом деле тут в разделе сенсоров есть еще три скрытых по умолчанию объекта заходим каждый из объектов и в разделе дополнительных настроек переключаем из деактивировать в активировать нажимаем кнопку обновить теперь тут доступны все опции управление реле памятью состояния и данные сенсоров энергомониторинга в рамках этого видео я не рассматривал полностью локальные методы интеграции zha zigbee tom qdt и sls их вы можете посмотреть в обзорах этих устройств ссылке в описании одновременная работа устройства в интеграциях tuya smart и home kit контроллер следующее устройство которое мне хотелось проверить светильник лампочка из магазина лансонха для экосистемы tuya smart про нее я рассказывал видео сравнений с лампочками окара ссылка в описании процесс подключения стандартный повторять уже сказанное не буду на шлюзе запускаем поиск устройств на лампочке режим сопряжения штатном приложении у лампочки есть три режима работы белый с регулировкой яркости цветовой температуры цветной где вместо температуры меняется цвет и музыкальный где лампочка мерцает такт музыки для этого используется микрофон смартфона google home все работает кроме включения и выключения есть и управление яркостью и цветовой температуры и выбор цвета музыкального режима нет но это чисто программная вещь не аппаратная функция устройства home kit лампочка не поддерживается хотя она подключена к шлюзу который является мостом home kit ее не видно и управлять ею нельзя такое тоже бывает и намного чаще чем хотелось бы поэтому проверять надо буквально каждое устройство штатном tuya smart лампочка есть на всякий случай отвечу на возможный вопрос почему я не проверяю интеграцию local tuya она работает только с вайфай устройствами и то не всеми лампочка включается и выключается стандартными сервисами кстати у меня есть пара вайфай светильника в рабочей системе с таким управлением я имею ввиду облачную интеграцию все работает достаточно стабильно я даже не перевожу их на local tuya свойствах светильника есть два режима работы выбор яркости и цветосвещение цвета кстати отображаются корректно ничего не перепутано и белый с установкой цветовой температуры управление полноценное следующим будет устройство принадлежащие другой экосистеме everlink датчик открытия окон и дверей санов с nzb04 кстати практика показывать что если не все то подавляющее большинство zigbee устройств everlink нормально работают через шлюсту и подключаем тут нам пригодится скрепка так как кнопка сопряжения на датчике спрятана в корпус определилась все корректно как датчик открытия работает тоже корректно когда магнит рядом статус закрыт когда на отдалении открыто также датчик корректно определился google home управлять разумеется им нельзя только получить статус открыто или закрыто home kit датчик добавился это хорошо еще раз уточню все показанные для каждого устройства системы работают одновременно тип датчика контакт статусы передаются корректно когда магнит рядом закрыта магнита нет открыто как и в google home датчиком нельзя управлять только мониторить его состояние а вот штатной интеграции его нет если точнее устройство есть но у него нет ни одного объекта так что можно говорить о взаимном дополнении интеграции в одно есть одно в другое другое при этом базовая система туя smart тоже может использоваться для тех или иных автоматизаций или управления и последним на сегодня устройством будет выключатель из совершенно другой экосистемы akara e1 эта версия с нулевой линии по логике он никаким образом не должен работать шлюзом туи правда кто видел мой шортс на канале уже знает что к чему интересно но выключатель добавился чисто технически тут вопрос не в шлюзе ему-то как раз все равно что подключать а в экосистеме именно она должна определить что это за устройство и как с ним работать хотя у выключателя по факту две линии управления то я решила что должно быть три рабочие первая и вторая кнопки третья пытается управлять первым каналом но как-то странно и с задержками лучше ее не трогать из проверенных мной устройство кара которая работает туя smart еще могу назвать датчик температуры и влажности но без данных о давлении есть не проверенная мной информация что тут поддерживается и без нулевая версия выключателя akara e1 настроек кроме таймера тут никаких нет выключатель пробросился и в google home причем виде четырех объектов управления три канала из которых один не работает и общий выключатель который управляет одновременно всеми линиями в home kit выключатель поддерживается к слову говоря через родной шлюз акара тоже и функциональность не считая лишней клавиши идентично кроме трех выключателей 3 как и в приложении не работает есть еще кнопка идентификации при ее нажатии светодиод который находится под левой клавишей выключателя один раз мигает переключение из интерфейса также обратная связь при физическом нажатии на клавиши работает быстро без задержек все-таки передача данных тут локальная в родной интеграции все также как и в приложении три реле на два канала работает целом неплохо и быстро но иногда возможно небольшие задержки из-за облачного управления home assistant есть возможность деактивировать те объекты которые не работают или не нужны для работы я так подчищаю многие устройства и тут есть смысл убрать нерабочий третий канал интеграция home kit целом более отзывчива чем туя в которой нет нет да и случаются небольшие задержки при таком кейсе использования я бы рекомендовал в ту я деактивировать все объекты которые дублируются в home kit оставляя только уникальные за свою стоимость этот шлюз просто отличный он работает и в штатном приложении ту я смарт и в home kit и google home кстати в home assistant кроме интеграции home kit контроллер которую мы сегодня рассмотрели есть интеграция home kit которая добавляет сам home assistant как мост приложений дом и затем практически любые объекты из него в том числе и не сертифицированные для работы в home kit и виртуальные можно пробросить в дом можно сделать и так что устройство сначала через home kit контроллер добавить home assistant а затем через home kit добавить в дом причем все будет работать локально на этом все надеюсь что видео было вам полезно и интересно буду благодарен за ваши лайки это поможет другим людям найти это видео если вы не хотите пропускать новые обзоры подписывайтесь на мой канал в описании под видео кроме ссылки на шлюз и другие обзоры упомянутой и соответствующие этой теме вы также найдете мой телеграм-канал и группу для общения по вопросам умного дома разбитую на разные темы присоединяйтесь будет интересно спасибо за внимание до новых встреч всем мира спасибо за просмотр! спасибо за просмотр! спасибо за просмотр! спасибо за просмотр! спасибо за просмотр!